Добрый день, уважаемые дамы и господа! Немножко о себе, буквально пару слов, чтобы вы понимали, почему именно я представляю фирму 1С. Сейчас в моем лице представлена. Я в автоматизации уже более 17 лет. И в первую очередь, конечно, специализируюсь на автоматизацию управленческого учета. Но обязательно, конечно, мы смотрим на финансовый регламентированный учет в том числе. И я являюсь официальным преподавателем по производственному учету и учету материальных потоков в самой фирме 1С. И мои курсы представлены в разных университетах Москвы и Санкт-Петербурга в том числе. Это немножко о том, почему именно я. На самом деле, когда был запрос, что же вам такое интересно рассказать про систему 1С, хочется много-много рассказать. И с партнерами нашей IT-сети мы проговорили о том, что болит. И два ключевых таких момента я выделю. Надеюсь, что у вас это работает. А если не работает, то после моего доклада вы как минимум проверите, что можно для этого сделать. Немножко вопросов. Я думаю, все сейчас ответят на первый вопрос. Кто работает с сетями? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну не все еще. А скажите, пожалуйста, у кого автоматизировано взаимодействие с сетями? Вы больше не обмениваетесь бумажками? Немного. Скажите, пожалуйста, кто из присутствующих, поднимите руку, уверен, что он держит руку на пульсе, у него финансовые показатели прозрачные, и в течение месяца, а может быть еще регулярнее, может быстро перестроиться, пересмотреть свой ассортимент. А вот тут рук нет. На самом деле так и происходит. Мы все автоматизируем, автоматизируем, а до показателей финансовых мы так и не доходим. Вообще на самом деле, когда я говорю про программный продукт, который у вас на слайде, бухгалтерия, розница, управление торговлей, комплексная автоматизация, моя команда и я, мы уже думаем о том, что болит в производстве, потому что боли производства, потом передаются ритейлу в том числе. Мы туда пытаемся все глубже копнуть, чтобы производство наконец-таки начало получать результаты, надеясь и зная, что в текущих программных продуктах уже все, что нужно для вас есть. Просто возьмите это и работайте с этим. И когда моя команда и ко мне приходят интересы, мне говорят, ну нет, опять пришел вопрос про то, что в принципе решается уже кейсово. Я говорю, ну как же так? И вот на самом деле я сегодня вам буду говорить про два инструмента, которые, если у вас есть вот эти программные продукты, и они актуальны, релизы, у вас это уже есть. Вам дополнительно покупать не нужно. Вам даже сами можно разобраться, но если будет не хватать знаний, можно обратиться к нам, к экспертам. Давайте посмотрим, кто об этих инструментах знал. Ну, к чему быть готовыми при работе с сетями? Ну, в первую очередь, это актуальная конфигурация. Я вообще помню свою первую автоматизацию компании, которая работала с сетями. Это было просто слезы. Я помню, как мы делали эти упаковочные листы под конкретные требования сетей, чтобы это еще нормально все работало. И вот эти люди, которые менеджеры по работе с сетями, это были какие-то боги. На них молились. Когда мы приходили автоматизировать отдел продаж, нам говорили, не дышите на них, не дай бог, они от нас уйдут. Это было много лет назад. Время прошло, а все на том же месте. Мало того, еще добавляется кадровый голод, и вообще надо не дышать на этих менеджеров по работе с сетями. Начинаем смотреть, что с конфигурации. Конфигурация вообще устаревшая. Когда мы начинаем говорить, а вы знаете, что вообще-то есть, ну, как минимум, электронный документ оборот, еще что-то, зачем это знать. Я еще не говорю про EDI-сервисы, мы сегодня как раз-таки про EDI-сервисы будем говорить. Ну и, соответственно, когда у вас неактуальная конфигурация, вы на нее молитесь, и, соответственно, кучу всего нужно дорабатывать. И только на одни печатные формы отчета вы тратите безумное количество денег, и потом не понимаете, как это работает, и вообще как это все собрать. И есть вот золотые люди, которые как-то это знают, давайте дальше на них молиться. Ну, я уже молчу про анализ финансовых результатов. Как-то менеджеры, руководители соберут, с чем-то будем жить. Ну, давайте остановимся. Сегодня я буду говорить именно про EDI-сервис, и буду про анализ. Один инструмент такой, который есть в тех конфигурациях, я вам дам, а вы посмотрите, насколько он у вас работает, и вообще знали ли вы о нем. А скажите, пожалуйста, кто из вас, поднимите руку, кто уже, неважно, на 1С, не на 1С, с EDI-сервисами работает. То есть даже не половина из тех, у кого автоматизирован взаимодействие с сетями. Есть такой модуль 1С EDI, есть не только в 1С. Мы сейчас больше акцент на 1С EDI, хотя мы и с контуром, и с S-BIS тоже работаем. Тут нужно сравнивать. Вам нужно сравнивать, сколько трудозатрат у вас уйдет, кто это будет обслуживать. И очень часто видно, что именно стоимость обслуживания достаточно трудоемко становится. Так вот, модуль 1С EDI, это специальный программный продукт от компании 1С, который позволяет обмениваться электронными документами именно с торговыми сетями. То есть учитывает специфику тех или иных торговых сетей. Вы видите, на слайде есть представлены X5, магнит, метра, лента и так далее. Эта линейка сетей, она, конечно, расширяется. Ну, понятное дело, что не крупные сети, то есть в принципе можно данный модуль тоже адаптировать, но вот то, что уже работает с крупными сетями, оно работает. Можно с этим пользоваться. Мало того, я думаю, что многие из вас не догадываются, что в ваших конфигурациях это уже есть. Что вы можете делать с этим модулем? Вы можете обмениваться, принимать, отправлять идеи сообщения с торговыми сетями, да? Вы можете в принципе автоматизировать работу с торговыми сетями. То есть у вас будет снижаться число ошибок. Я думаю, ну, если представить, я не знаю, насколько вы владеете информацией, документа оборота, особенно бумажного, сколько времени туда тратится, вместо того, чтобы люди работали. Мало того, когда мы приходим в компанию, мы видим, что с этими бумажками бегают там пять человек, и на самом деле с идеи контуром может работать один, максимум два человека на тот же объем. И когда об этом узнают, для многих компаний становится это прям что-то новостью, которые не готовы. Конечно, у нас сокращаются трудозатраты. Любая автоматизация, вы должны понимать, что все, что вы регламентируете, все, что можно унифицировать на текущий момент, в текущее время, дает вам более свободу. То есть чем вы считаете, что вы уникальные, нужно дорабатывать конфигурацию и не смотреть в то, что уже реализовано, тем вы усложняете в принципе сами себе жизнь, и тогда ваш бизнес работает на систему, а не система на бизнес. И самое интересное, модуль он работает и с облачной 1С, потому что те, кто работает в 1С фреше, тоже могут использовать этот модуль. Ну и самое интересное, когда мне узнают, что сам модуль, он представляется бесплатно. Ну, такое, да, у нас ускоряется обмен. То есть ключевое, что вот все, что нам нужно по электронному документу обороту, но именно по специфике работы с торговыми сетями, у нас с вами уже есть как раз таки в 1С EDI. То есть его нужно просто понять, что у вас будет он работать сейчас, если у вас актуальная конфигурация, либо не будет. Что вы можете делать с модулем 1С EDI? Это принимать заказы, автоматически сопоставлять номенклатуру, подтверждать заказы, формировать, отражать в учете документами реализацию счет фактур на основании заказа, формировать, отправлять торговым сетям уведомления об отгрузке, принимать от торговой сети уведомления о приемке товаров, формировать, подписывать квалификационной электронной подписью, УКД, УПД, все, что у нас нужно нам по электронному документу обороту, все у нас здесь есть. Обеспечить обмен сведением ВИДИС, ЕГАИС, все тоже мы здесь получаем. И в любой момент времени вы можете увидеть, на какой стадии находится ваш заказ. Но вот даже просто покажу, обратите внимание, это бухгалтерия предприятия, это даже не система оперативного учета. Вот так это выглядит. С этим можно работать, с этим удобно работать. Что сделать, чтобы легко работать через модуль 1S EDI? Кому это интересно, фотографируйте, пожалуйста, вот этот слайд. И вот это, наверное, ключевое, что вам нужно унести про EDI. Дальше с этим слайдом вы идете к своим айтишникам или тот, кто у вас работает с системой. Справка о программе. Если старая конфигурация, если вы видите справку о программе, значит конфигурация старая. Ну, там есть тоже свои нюансы. На десятке тоже, управление торговлей десятки, появились эти возможности. В целом в главном меню справка о программе, смотрим, какой у вас релиз. И сравниваем с этой информацией. Если у вас более свежие версии, значит смело можно изучать, можно со мной состыковываться. Также на этом слайде у вас есть мой электронный адрес. И дальше тоже свои контакты оставлю. И, соответственно, начинать работать с 1S EDI. Если у вас более старые версии, кастомизированная сильная система, то здесь, конечно, потребуются, возможно, какие-то разработки. Может быть, в определенный момент все-таки потребуется обновить, актуализировать вашу конфигурацию. Ну и, наверное, ключевое, что хочется сказать, сам обмен через EDI, в принципе, он бесплатный, он работает, вроде бы все хорошо. Но это не просто технический вопрос. На это, пожалуйста, обращайте внимание, потому что это цикл изменения бизнес-процессов. Хотя бы потому, что в вашей структуре менеджеры, то есть уже не 5 человек нужно для того, чтобы это все актуализировать. Либо вы их загружаете большим объемом, работаете, увеличиваете долю рынка и ставите выше KPI, либо, соответственно, осознаете, кто те люди, которые будут работать. И чаще всего происходит ситуация, что все-таки становится необходимы, возможно, аналитики, где-то бизнес-процесс, то есть нужно регламент пересмотреть. Поэтому такие моменты, нюансы, но они нужны. И если вы сейчас на стадии пересмотра, вы переходите, например, со старой конфигурации на новую конфигурацию, уже сейчас на стадии адаптации и настройки системы, пожалуйста, задумайтесь о том, чтобы вписать модуль 1S EDI в бизнес-процессы. Так вашим сотрудникам будет легче с этим работать. Окей, про 1S EDI поговорили. Да. И хочу еще один инструмент дать. Это то, что вам поможет с анализом деятельности вашей компании. Я думаю, что все знают про KPI, мы все их ставим, выполняются, не выполняются, умеем ли мы с этим работать, это уже отдельный вопрос. И наступает момент, когда все вот эти таблицы просто не отчетов, нужно как-то анализировать. У собственника, у топ-менеджмента должны быть какие-то инструменты, которые, индикаторы, что у вас превышение скорости, еще что-то, выручка, соотношение показателей страдает и так далее. И здесь начинаем думать про дашборды, такие красивые названия. Потом приходит, нам нужна BI-система. Я вот очень люблю, когда приходят собственники, ко мне говорят, нам ERP-система нужна, BI-система, WMS-система. Я говорю, мы знаем, что это такое. А что вы хотите? Когда мы начинаем смотреть, что хотят, ну не нужна вот эта красивая, сложная система. Так вот, про этот модуль, а он уже давно на самом деле существует, начали узнавать, именно когда начали приходить, нам нужна BI-система. Вот мы слышим про 1С-аналитик, это тоже очень хороший инструмент, но если вы никогда еще не собирали индикаторы, то попробуйте начать вот с такого инструмента, монитор целевых показателей. Монитор целевых показателей есть управление торговли 11, управление небольшой фирмой, он правда усеченный, но тем не менее. Комплексная автоматизация 2.5, ERP, двойка, да, и отраслевые решения, которые на этих же системах разработаны на торговле, комплексная ERP. И вот этот монитор целевых показателей вы можете восстановить по данным, то есть из коробки, и уже начать с ним работать. Там не нужны программисты на самом деле. Выглядит это вот таким образом, вот так вот покажу вам, то есть может выглядеть вот таким образом, а может быть целый дашборд, то есть у вас прям могут быть индикаторы, и вот чтобы сделать такой дашборд, не нужны программисты, представляете? А вот если у вас уже доработанная конфигурация, то там уже можно будет сделать запросы, оставляя вашу конфигурацию максимально типовой. Это реально работает. Ну, я очень надеюсь, что если хоть кто-то зала, кто не знал про монитор целевых показателей, про EDI, хотя бы пойдете и посмотрите, что у вас конфигурация, какой релиз, это уже успех моего доклада. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры, субтитры создавал DimaTorzok